Холодная зима 2016-го обернулась голодной зимой 2017-го. Квитанции за квартиру довели жители Сурмовского района до ломбардов. В жировках за январь оказались небывало высокие цифры. Я собираюсь кольцо в ломбард сдать, а нам вон цепочку крестит. Нас довели уже почти. 13 тысяч. За что? Живу одна. И навали вторую группу про заболевания. Я говорю, что издеваются, п***лые. Убивать надо вас, п***лые. И мы прям все как-то в шоке по поводу этого. Это мы еще без газа, без электричества, без телефона и без интернета. А это еще плюс полторы тысячи. Да, самые ручки, давайте зайдем ко мне в квартиру и снимем мою кровать, на которую течет вода. Я не могу найти управы ни у кого. Вот. Это вот с утра. Вот натекло. Это протечка. Это у меня крыша течет, за которую я 7 тысяч плачу. Заходите. У меня света нет, потому что все провода. Вот. Видите? Вот. Все течет. Вот снимайте. Это моя комната. Наша кровать, на которой мы с мужем спим. У нас сгнили все одеяла. Вон, видите, вон они капельки. И за это я плачу 9 тысяч рублей. У меня пенсия 8,555. Это у меня... Я буду теперь платить... Вот я заплатила 6,5 тысяч. Это разве можно? Как же жить-то? Как жить? Как жить? Мы говорим про кого-то, чего-то. А нас обирают, грабят средь бела дня. И никакой управы нет. В домоуправляющей компании Суромского района сообщили, что такая надбавка единовременная и одноразовая. И повлекла ее слишком холодная зима прошлого года. Суть заключается в том, что жители сейчас оплачивают вот эту корректировку, сумму корректировки не за 2017 год, а по итогам 2016 года. То есть вот эта корректировка за 2016 год идет сейчас. А связана она с тем, что потребили в 2016 году они больше, чем им было начислено по итогам 2015 года. Зима 2016 года оказалась холоднее, чем зима 2015 года. Соответственно, и возникла вот эта корректировка, вот этот перерасчет. То есть жители вот сейчас получили, они оплатят, и после этого они данную корректировку больше получать не будут.